Всем привет! Сегодня хочу приготовить очень вкусное горячее блюдо, которое называется мясо по степному. Я не знаю, почему у него такое название, но знаю точно, что оно очень вкусное. Давайте посмотрим, какие продукты мне для этого блюда нужны. Мне нужно мясо, сметана, чеснок, яйцо, лук, сливки, черный перец и красный, соль, зелень и картофель. Так, мясо мне нужно нарезать такими тоненькими, ну где-то вот сантиметр. И сейчас буду их отбивать. Мясо присаливаю с обеих сторон и также добавляю красный и черный молотый перец. Так, хорошенечко ватрем и переворачиваю на другую сторону. Также солю с обратной стороны, добавляю перчик красный и черный. Мясо пока вот так все оставляю и буду заниматься картошкой. Теперь на крупной терке мне нужно натереть картофель. На мелкой терке натираю чеснок и лук. Добавляю в картошку 3 столовые ложки муки, сметану, яйцо, также сюда добавляю черный молотый перчик и соль. Все, перец и соль, все добавляем по вкусу. И все это хорошо смешиваем. Теперь в картошку добавляю зелень. Зелень добавляете кто сколько любит. Можно вообще даже не ложить ее сюда. Все, смесь для мяса готова. В сковородку наливаю растительное масло и будем обжаривать мясо. Масло у меня уже очень хорошо разогрелось. Я беру кусочек мяса, хорошо его вот так обваливаю в муке. И на кусочек мяса кладу вот эту вот шубку из картошки. Отжимаю ее. И вот так выкладываю на мясо. И с обратной стороны точно так же. Вот так это выглядит. И все. Отправляю в разогретую сковородку. И так каждый кусочек. Готовы отбивные. Они вот так уже хорошо поджарились. Отправляю в форму, которую я смазала растительным маслом. И продолжаю обжаривать дальше. Так, все пережарила. Духовка у меня включена. 200 градусов разогревается. Заливаем теперь это все сливками. И буду отправлять в духовку. Все отправляю в духовку где-то минут на 30. Все готово. Очень вкусный аромат по всей кухне. Мясо уже готово. Так как оно находится в картофельной шубке, то можно обойтись без дополнительного гарнира. А еще его можно приготовить на любой праздничный стол. Я думаю, ваши гости его оценят. И оно им понравится. Спасибо вам большое, что вы заходите и смотрите мое видео. Всем хорошего настроения. И пока-пока.